Привет всем, вы на канале Санита, с вами Настя Бабич и я приготовила для вас самые интересные новости на сегодня. Начинаем. Швеции задержали женщину при попытке предотвратить сожжение Корана. В Швеции женщина с помощью огнетушителя пыталась потушить Коран, который жгли на акции, проходившие возле посольства Ирана. Женщину быстро задержала полиция, после чего общественное собрание продолжилось. Сейчас ее подозревают в насилии против официального лица и срыве публичного мероприятия. По словам полиции, она изъяла огнетушитель, который является частью расследования по факту нарушения общественного порядка. Примечательно, что Коран жжег неоднократный участник подобных акций, иракский беженец Салван Мамика. Правоохранители считают, что во время акции было совершено преступление, связанное с разжиганием расовой ненависти, которое будет дополнительно расследоваться полицией. Мнение полиции Швеции мы услышали, а свое мнение можете оставить в комментариях под этим видео. А тем временем ЕС может наложить санкции на Польшу, если она продлит эмбарго на зерно из Украины. Подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза не поддерживает продление после 15 сентября эмбарго на импорт зерна из Украины. И в случае односторонних шагов Польши некоторые страны могут прибегнуть к контрмерам. Европейская комиссия считает, что одностороннее продление Польши эмбарго на украинское зерно является нарушением европейского права. За это Польши могут грозить штрафные санкции, но их применение предусматривает длительную процедуру. Ну а как решится эта проблема узнаем в ближайшем будущем. А тем временем в Германии назревает план выселения пенсионеров из частных домов. Член немецкой партии «зеленых» Кристина Йоханна Шрёдер предлагает переселить пенсионеров из частных домов в квартиры, чтобы тем самым освободить место для молодых семей. В Германии много жил площади, но мало квартир. Это означает, что у некоторых людей больше жилого пространства, чем им нужно. И наоборот, пояснила Шрёдер изданию Bild. Среди прочего, она хочет, чтобы пожилые люди сдавали свои дома семьям по справедливой цене, а взамен имели возможность вычесть стоимость аренды квартиры из своих налогов. Министр по делам семьи Лиза Пауз поддержала эту идею. На мой взгляд, все идеи, связанные с тем, что жилья мало, особенно в больших городах, полезны. Именно так сказала она Bild и добавила, что с нетерпением ждет дальнейших обсуждений. Эксперт по жилищным вопросам от СДПГ Бернхард Далтруп утверждает, что политики уже давно думают о переселении пожилых людей. А согласны ли вы с идеей зеленых, вы можете написать в комментариях под этим видео. А тем временем Шульца освистали во время выступления в Мюнхене. Катницу Олаф Шульц выступал на демонстрации правящей партии СДПГ в центре Мюнхена. Помимо сторонников канцеля на митинг пришли и его оппоненты. Они попытались заглушить речь политика криками и свистом. Ему пришлось перекрикивать толпу, как это уже происходило в начале июня. Критики главы правительства назвали его разжигателем войны и Иудой. Шульц ответил. Те, кто выступают здесь как голуби мира, это скорее всего падшие ангелы из ада. Потому что в конце концов они и поддерживают разжигателя войны. Согласно последним результатам опроса, две трети граждан Германии хотят смены действующего правительства. За смену правительства высказались 64% граждан. За его сохранение лишь 22%. Работу канцлера Олафа Шульца позитивно оценивают только 22% опрошенных. 70% недовольны главой Кабмина. А тем временем в Германии подтвердили приговор ультраправому политику за параллели между ковид-запретами и преследованием евреев. Политик Флориан Егер, бывший депутат Бундестага от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», во время пандемии опубликовал в своем Facebook ролик, в котором провел параллели между мерами по противодействию эпидемии коронавируса и произволом нацистской Германии в отношении еврейского населения. Суд первой и второй инстанции увидел в ролике признаки подстрекательства к ненависти и подтвердил егеру штраф в размере 90 дневных ставок. А тем временем в Британии обнаружили новый вариант коронавируса. Количество заболеваний начало расти. Управление по вопросам здравоохранения Великобритании в пятницу подтвердило распространение в стране нового варианта коронавируса, что совпало со всплеском заболеваемости COVID-19. На данный момент этот вариант малоисследованный, поэтому нет подтверждений его большей заразности или устойчивости к иммунитету. Но его также зафиксировали в Израиле, Дании и Соединенных Штатах на фоне роста заболеваемости COVID-19. А во что это выльется для нас, для населения, покажет время. Это вся информация, о которой я сегодня хотела бы поделиться с вами. Если вам понравился сегодняшний выпуск, то поставьте лайк в знак благодарности. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, и до следующего выпуска. Ну и, конечно, давайте вежливо и культурно обсудим сегодняшние новости в комментариях под этим видео. Пока!